Приветствую вас! Если говорить именно о проблемах, то есть почему у вас ничего не получается, то можно назвать две причины, наиболее вероятно подходящие под, скажем так, описание ваших симптомов, описание ваших следствий поведения. Первое – это отсутствие достаточной волевой регуляции по отношению к вашей деятельности. И второе – это страх перед изменениями в вашей жизни. Значит, первое – отсутствие достаточной волевой регуляции. Это момент, связанный с тем, что вам не хватает воли, не хватает мотива для того, чтобы что-то изменить. И в этой ситуации, когда возникает проблема воли, проблема мотивации, необходимо работать в двух направлениях. Первое направление – это учиться обращать внимание лично на то, что нужно сделать и ни на что большее. Основная ошибка, которую допускают люди в ситуации, когда не могут сделать того, чего бы им хотелось – это распыление внимания. Люди распыляют свое внимание на что-то еще, кроме того, что нужно делать, и таким образом находят себе оправдание для того, чтобы это не делать. Именно потому, что в центре внимания, наряду с изначальным действием, наряду с изначальным поступком, существует и другое что-то, другой поступок, другое действие, другое обстоятельство, которое как бы распыляет человеческое внимание, и он подрастательно ищет отговорки, если это действие для него тяжело. Соответственно, научение, концентрация внимания только на том, что вам нужно делать и ни на чем большее, является путем к тому, чтобы добиваться тех целей, которые вы себе ставите. Собственно говоря, основные затраты, основные трудности в том, чтобы ограничить свое поле внимания, центр внимания, фокус, только тем, что нужно делать. И больше ничего не пускать из периферии. Поначалу это будет тяжело, но потом вам будет достаточно легко это делать. Значит, вам будет сложно делать эти вещи после начала, но дальше будет легче, когда вы научитесь, вы будете это делать уже на автомате, и проблем никаких не возникнет. этим. То есть тут нужно немножечко терпения, чуть-чуть упорство, и все будет хорошо. Дальше. Дальше можно говорить о следующем направлении волевой регуляции, это поиск мотивов. То есть вам необходимо искать дополнительные мотивы для того, чтобы сделать то или иное действие. Сейчас, так получается, вам недостаточно мотивов для осуществления того, что вы хотите. Недостаточно мотивации на это. И поиск новых мотивов. Придание другой окраски тому, что вы делаете, является, по сути, одним из решений проблем. То есть в начале вы ищете, ради чего еще можно делать то, что вам нужно. Например, вот вы хотите что-то изменить в своей жизни, вы хотите как-то повернуть ее в более лучшую сторону, скажем так. И вы не можете. Почему? Потому что, ну, вот что-то, что-то не получается. Хорошо. Подумайте вот о чем. Если вы этого не сделаете, то будет нанесен вред вашему здоровью. У вас будет тотально неудовлетворенность самой собой, нереализованность своих желаний. И будут страдать таким образом другие люди, рядом с вами, которые... Вот какая-то вопрос. Хотите ли вы всего этого? Если нет, то так что-то с вами будете делать. То, что вам хочется. И если вы раньше не думали о таком взгляде на эту ситуацию, то теперь она безусловно у вас появилась. И вот поиск новых мотивов как раз в том и заключается, чтобы находить еще стимулы для того, чтобы делать то, что вам тяжело, то, что у вас не получается. Чтобы вы, благодаря повышению интенсивности и силе стимула, отбрасывали все возможные препятствия ради достижения своей цели. Пока стимула настолько сильного, чтобы отбросить препятствия во сне. И это нужно решать. Говоря о волевой регуляции и заканчивая это направление, хочется сказать, что сперва осуществляется поиск мотивов, а потом работа с вниманием. Именно так. От простого к более сложному. Второй момент, который, вторая причина, которая может мешать вам делать то, что вы хотели бы, это страх, подсознательный страх, но бег от опыта, от нового опыта. Подсознательное опасение изменений, которые могут произойти в вашей жизни. И отсюда вы, с одной стороны, хотите этих изменений, а с другой стороны, их боитесь. Необходимо понять, почему вы боитесь изменений, чего именно негативного вы опасаетесь в их контексте и устранить это. То есть выявить страх и выработать стратегию по поведению в отношении него. И дальше понятно, что если вы хотите что-то в своей жизни поменять, это означает, что новый опыт, новые изменения спущаются к вам в дверь. Но старый опыт, старые решения, стремление к стандартным алгоритмам поведения и стандартным формам решений не дают вам их пустить. Потому что новые ситуации, новые решения всегда рождают и нестандартное поведение, что является для человека стрессом. Но только так, через стресс, через научение чему-то новому, можно изменить свою жизнь. То есть вам нужно оторваться от возможного комфорта, комфорта привычности ситуации. Не комфорта вообще в прямом смысле этого слова, а комфорта привычности ситуации, то есть когда вы чувствуете, что вы находитесь в знакомой привычной для себя стыжи и рискнуть вырваться во что-то новое. Тогда изменения в вашей жизни начнутся, и вы поймете, насколько это здорово и уже никогда не захотите останавливаться. По аналогии с человеком, который, допустим, прожил всю свою жизнь на необитаемом острове, а потом внезапно оказался в городе. Вначале ему тяжело непривычно, а потом он вкушает все прелести и уже не может жить на необитаемом острове. Но вначале ему было непривычно. Вот эта непривычность нужно просто пережить, как неизбежный период адаптации к чему-то новому в жизни человека. А дальше вы будете с лихвой вознаграждены за то, что делается. И в заключение хочется сказать вам, что для того, чтобы успешно выполнять определенную деятельность, нужен ряд выполненных условий для того, чтобы это действие осуществилось. Это единство намерений и поступков. То есть ваш мотив желательно полностью привести в совпадение в соответствии с поступком. Ощущение, что вы можете реально это сделать. Там это нужно. Чувствовать, что вы реально можете сделать то, что вы хотите. И понимание того, для чего вы это делаете. То есть понимание того, что вам даст успешное решение ситуации. Успешное осуществление того, что вы задумали. Вот придерживание этим условиям даст вам высокую гарантию того, что все получится. Пока желаю вам всего доброго. Желаю вам удачи. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам удачи. Продолжение следует...